МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всю неделю вся Россия, все города и посёлки, большие и малые, каждый в стране жил с чувством острой боли от огненного кошмара в Кемерове, разделяя тем самым горе тех семей, кого опалило непосредственно. Трагедия в Кемерове такая, что не скажешь, вот он виноват, на нём ответственность, его судить. Многие не сделали того, что должны были сделать. Флюоресцентные указатели, которым не нужно электричество, кнопки, сигналы, аварийные тревоги, незапираемые двери на запасных выходах и свободный проход к ним. Так, согласно нормам, должно быть во всех торговых и развлекательных центрах. На деле картина иная. К нам подходят сразу трое охранников и в категоричной форме требуют прекратить съёмку. Системы дымоудаления нету в торговых залах, находящихся в нижних этажах, заглубленных. Вниматель, почему? Руками не трогайся, пожалуйста. Особенно занервничали секьюрити, когда наш эксперт попробовал открыть аварийную дверь на лестницу. Замок с ключом. А что вы там хотите, вы видите? Просто хочу посмотреть. Системы дымоудаления вообще нет. Пожарный гидрант покрашен в цвет стены. Чтобы найти запасной выход, пришлось спрашивать персонал. Больше того, если идти по тем самым стрелкам, то придёшь к кассе. А на выходе из магазина стрелки указывают уже обратно, то есть замкнутый круг, в который в случае опасности попадут все без исключения. Родители и маленькие дети. Дальше на пути эвакуации складирования, что категорически запрещено в торговых комплексах, складирование материалов на путях эвакуации. На нижнем этаже что-то произойдёт, весь дым, это всё, мы знаем, наверх поднимается. Моментально это помещение будет оплачено. В Сочи, в такой же детской зоне, аварийные выходы заперты на ключ. В некоторых городах обнаружилось, что пожарные двери ведут в тупик. Вы можете бежать туда, бежать туда, но вы ни хребе не спасётесь, друзья. Зимнюю вишню перестроили из кондитерской фабрики. Но, к примеру, одна и та же система дымоудаления на фабрике и в торговом центре работает по-разному. Где-то клапаны и вентиляторы избавят от дыма, а где-то наоборот создадут тягу и подпитают огонь, как в Кузнечном горне, что и произошло в Кемерове, а система пожаротушения была отключена. Сама концепция торгового центра – замедлить продвижение людей. Они должны в поисках выхода утыкаться в витрины и что-то покупать. Охрана тем временем следит, чтобы ничего не украли. Есть ещё требование ФСБ, и оно тоже противоречит пожарным инструкциям. Выходы надо закрыть, чтобы террористы не просочились. Эти три протокола совершенно не сведены в один. Я думаю, что сейчас очень важной задачей является вообще упрощение этого протокола и создание одного. Но это очень невыгодно, потому что три разных протокола – это возможность коррупции, конечно. Один только протокол МЧС, чего стоит во всех смыслах. Предприниматели жалуются – слишком избыточен и противоречив. И Роспотребнадзор, и МЧС могли приостановить деятельность из-за явных нарушений правил безопасности. Но почему-то этого не сделали. Все проверки – это не уникальные факты, когда какие-то недобросовестные люди занимаются коррупцией. Да нет, они занимаются только коррупцией, прежде всего коррупцией. Они кормятся с этих торговых центров. Знаете, это очень непростая тема, я сразу могу сказать. Мы когда даже с Женей сейчас обсуждали эту тему, брать её, не брать, и я её беру последнюю неделю во всех своих новостных выпусках на «Комсомольской правде». Я тоже не хотел эту брать и даже не хотел описывать эту тему в каких-то своих выступлениях. Но, Кемерово, это ты и я. Почему? Да очень по простой-простой причине. Что сейчас... Ну, вы, в общем-то, смотрите YouTube и видите, что основное... Особенно смотрите центральные каналы, даже когда их не смотрите. Основная проблема-то в Кемерово с точки зрения властей, особенно на начальном этапе, это было то, что, оказывается, бедные власти, особенно проверяющие, не могли зайти на предприятие. Прямо несчастные, какие-то проверяющие несчастные из пожарной инспекции, прямо вот трясущиеся, не могут войти и чего-то там проверить. А все почему? Это мне доказывал депутат Государственной Думы. Она, правда, депутат Государственной Думы, по-моему, она бывшая спортсменка. И когда она произнесла для меня фразу, которую я многое вижу на Первом канале, в дискуссиях, когда она сказала, что предприниматели пользуются законом, честно говоря, я потерял на некоторую долю секунды дар речи, по причине того, что когда представитель законодательной власти говорит гражданину, что он пользуется законом, ну и это типа плохо, вот коннотация была, то хочется сказать, можно по вот, товарищи законодатели, я правильно понимаю, что вы мне говорите прямо, нарушайте закон. А если вы, простите, таким образом написали закон, который, ну, плохой, может вам встать с мест, отдать, выплатить всю заработную плату за предыдущие года, вернуть их гражданам, понести соответствующую уголовную ответственность за то, что вы написали закон, который, ну, вот приводит к смертям людей, детей самое основное, и тогда, может быть, вот, да нет, я могу сказать, что я, мне микрофон там не сильно дали, поэтому там через полчаса, как только пошла рекламная пауза, ну, меня попросили удалиться. Я удалился, вопросов нет. Но именно после этого я очень срочно написал, что Кемерово, это ты. Потому что в соответствии, например, с инструкцией Федеральной службы безопасности, а где-то это МВД, все пожарные выходы должны быть опечатаны и закрыты, потому что мы боремся с террористами. В противном случае детское учреждение оштрафуют. А что такое детское учреждение? Это был, вот здесь был торговый центр. Хоть какое-то наличие взрослых против детей. А теперь представим детский сад, где 10 воспитателей и 200 детишек. И узкие проходы. Кемерово, это ты. Кемерово, это твои дети. Мы в Москве, всего две лестницы, которые поднимаются выше 17 этажа. Я живу выше. У меня пожарная часть прямо из окон видно. У меня несколько раз была пожарная тревога. Если бы у меня загорелось снизу, меня бы не спасли. И не спасли бы много кого. Мои дети точно так же ходят в детские учреждения. Моя теща, завуч, которая отвечает за, в общем, неблагополучных подростков. Она, что называется, спит и ночует, вытаскивая неблагополучных детей из ментовки. Потому что менты звонят не в угаре мамашам, а ей. И детей она приводит домой. Вот меня лично касается то, что произошло в Кемерово. Лично. Ну и, конечно, вторая, конечно, история, это когда в воздухе там начинают переобуваться. Говорят, а нас Майданы вывели на улицу. 200 бузатеров. Там были тысячи, потому что кемеровчан, даже среди моих друзей и знакомых, очень многих коснулась напрямую эта беда. Но по телевизору, к сожалению, и в том числе и в интернете, крутят ряд персонажей, которые быстро переобулись и сказали спасибо Владимиру Владимировичу и Аману Дулееву за то, что вы нами правильно правите. Что, оказывается, это до нас опять Майданы куда-то вывели. Точно нас вывели Майданы? Может быть, тогда мы должны... А, да еще вторая история. Мы должны сплотиться, как говорят нам власти. Я властям могу сказать, мы должны сплотиться. Сплотитесь вокруг с нами, с Евгением Романенко. Почему мы вокруг вас должны сплачиваться? А не вы вокруг нас сплачиваются. Теперь, извините, я пойду по фактам, потому что разговор о том, что это вот проблема с налоговыми каникулами, там, этими, это проблема. Значит, в руках у меня документ, он есть в базе Spark, и когда на дожде сказали, что я провел расследование, а Владимир Владимирович лично говорит, что он видел документ, а он президент Российской Федерации, видел документ, где проводилась эта проверка, я могу сказать, что все 146 миллионов могут увидеть этот документ. Документ называется «Акт о проверке этого торгового центра». Итак, 06.06.16 этот торговый центр проверялся милой дамой Маскалева Дарья Дмитриевна. Это такая молодая девушка, вы ее можете найти в интернете. Так вот, этот торговый центр должен был проверяться 20 дней. Он проверялся 2 часа. Знаете, какое резюме? Нарушение не выявлено. Это первое. Второе. К малому бизнесу относятся управляющие компании, но никаким образом не относятся собственность этого объекта. И самое главное, что если вы поищите кемеровские газеты, а их несложно найти также в интернете, этот данный объект внесен в объекты повышенной опасности, которые проверяются вне зависимости от того, существуют там каникулы или не существуют каникулы. Так почему же там все не работает? Так кто же тут особой, как говорится, тайны нету? Кемерово это ты? Ты лично вот там сидящий, который ведь, собственно говоря, ну, про выбор, наверное, сейчас не имеет смысла говорить. Зачем же я буду говорить такую гадость? Потому что со стороны так называемой компании, которая была управляющая, была некая госпожа Вощеникина Наталья Владимировна. Так вот, в 2017 году сия госпожа получила должность главного специалиста-эксперта территориального отдела Роспотребнадзора по Кемеровской области в 2017 году. Смотрите, какой потрясающий рост. Поэтому Кемерово это ты, хромая лошадь это ты. И в завершение по поводу того, как эти проклятые барыги наживаются. Значит, в хромой лошади владелец недвижимости, который только сдал ее в аренду, получил 10 лет реального срока. Пожарный инспектор, который подписал неправомерное введение данного объекта в строй, штраф 70 тысяч рублей. Еще два должностных лица получили 5 и 4 года один условно, один колоний-поселение. Оба были амнистированы по амнистии. Кемерово, это ты. И ты можешь дальше продолжать. Собственно говоря, когда к нам приедут подвозить дизлайки, в том числе и Ольгинские, и Савушкинские. Ребят, я понимаю, что это работа. Но только и у вас тоже есть дети. Поэтому, когда вы ее так истово исполняете, что я могу сказать? Ну вот, вы тоже рассчитываете на продажу своих детей за 30-40 миллионов? И потом будете рассказывать своим, не знаю, бабушкам, дедушкам, что это же такая работа, куда я еще устроюсь? Поэтому, насчет того, кто не стрелял, как в песне Высоцкого, Кемерово, это вы, в том числе. Те, кто будут, собственно говоря, работать, что мы якобы ругаем власть. Мы даже близко не ругаем власть. Власть в России принадлежит народу. А то, что вам оплачивают, вам оплачивают кровь. Вашу кровь. Но если вы к этому готовы, нет проблем. Я сразу могу сказать, что бритва Акама, она работает очень четко. Она прилетает обычно не тому, кто это делает. Обычно она отсиживается на детях и внуках. Я, к сожалению, человек уже поживший. Не могу сказать, что железобетонный. Может быть, вам удастся заработать. Но вот ваши внуки и ваши дети ответят за это. Не передо мной. Я просто понимаю, что это вот, вот это вот то, что будет после этого видео, это кровь. Вы просто торгуете кровью. А мы всего лишь Жене показываем факты, которые лежат в открытом доступе, без всякой политической подоплеки. Это чистая экономика денег, чистая экономика крови и чистая экономика так называемого государства, которое к государству не имеет никакого отношения. Это людоедство называется. Вот такая новость про кинера. Вчера позвонила к нам женщина и говорит, я хочу купить у вас два детских самоспасателя, один взрослый. Я буду с этим рюкзаком ходить с детьми в торгово-развлекательные центры, в кинотеатры. Я не хочу и не могу больше верить власти и бизнесу. Первое чувство, значит, когда вот говоришь, когда говорят о количестве погибших и погибших детей, хочется не плакать, а тереветь хочется. А когда послушаешь, что здесь вот сказано, уже другие чувства возникают, честно скажу. Справку никакую не получить без денег. Деньги заплатил, всю штуку наподпишут. Вот в чем беда. И плевать хотели на безопасность людей. Вот из-за чего все происходит. Да, да, точно. Вы наша общая команда. Я член вашей команды. И все, кто сегодня голосовал, это наша большая общенациональная команда. Я вижу в этом, как минимум, признательность признания того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях. Вижу в этом доверие и надежду. Надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно. Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей. И действует так. мы, безусловно, обречены на успех. На успех. Да? Да! Спасибо вам большое. Вместе возьмемся за большую, масштабную работу во имя России. Спасибо. 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 Спасибо.